ольга фут тех в ленте почему вы пришли к тому что вам это понадобилось что сейчас происходит у вас в рамках этого проекта марте этого года у нас была объявлена новая стратегия и одним из главных поинтов нашей стратегии было главное чемпионское предложение чемпионское предложение невозможно сделать без изменения процесса работы с новинками мы подумали что мы как центр инновации можем помочь нашему бизнесу и как по-другому выстроить новинки мы видим как развивается вот тех сегмент сейчас насколько быстро и часто появляются новые технологии но к сожалению мы понимаем что весь потенциал этого сегмента мы не используем для этого мы решили создать новый канал совершенно новый канал работы с новинками и соединить наших коллег которые занимаются закупками соединить наших коллег которые занимаются категории менеджментом с этой инновационной инфраструктуры которые существуют в мире это различные технологические университеты которые разрабатывают именно продукты питания соединить их с пищевыми кластерами с венчурными фондами которые уже вкладываются в интересные стартапы в интересные продукты и обеспечить ленте выход вот на вот эти вот институты и таким образом улучшить наше ассортиментное предложение возможно в будущем создать какие-то частные торговые марки для того чтобы у нас могли быть уникальные продукты ну конечно при этом мы должны попадать в наше CVP у нас не должно быть каких-то космических продуктов которые будут не востребованы нашими покупателями но сейчас мы активно обсуждаем какие именно вот в каждой категории должны быть требования к таким продуктам питания и с удивлением обнаружили и стали разговаривать в рамках проработки этого проекта с поставщиками что поставщики прям очень ждали очень ждали что вот в ритейле появится такой продукт проект потому что они им тоже нужен ритейлер для того чтобы тестировать тестировать спрос понимать в какие технологии вкладываться в какие технологии нужно удешевлять и как в итоге сделать так чтобы на полке появился интересный продукт а вы уже сказали что вот не должно быть космических то есть такое должно быть приземленное что-то понятное да покупатель но все равно это очень сложные товары как вы планируете рассказывать покупателям о том что это такое как это используется как образовывать приучать людей вот к этим инновационным продуктам знаете у нас есть уже два достаточно хороших канала это наш магазин на журнал и второй у нас есть интернет канал конечно же мы думаем о том как должен быть данный товар спозиционировано внутри торгового зала сейчас мы обсуждаем вот в зависимости от того как какой какие товары мы подберем да мы обязательно сделаем у нас рабочее название wow food zone ну вот скорее всего мы сделаем отдельное позиционирование может быть сделаем некоторую дополнительную диджитализацию для того чтобы вот ну рассказать о дополнительных свойствах этого товара ну и конечно будем использовать наш традиционный канал а если говорить о другом большом сегменте футтех технологиях то вот на чем вы сейчас фокусируетесь специализируетесь если говорить именно про фут тех кто набор технологий тоже достаточно широкий да прежде всего мы смотрим на технологии сохранения срок свежести продуктов питания мы понимаем что у нас есть ряд проблем в категории такие например как ягода косточковой культуры которые достаточно быстро теряют товарный вид да есть товары там аллокадо например да ну вот который довольно популярный фрукт но трудно определить его свежесть там да внутри покупаем и получается сюрприз ну вот и мы нашли достаточно много технологий технологии за рубежом они все направлены на разные категории товаров потому что по-разному сохраняются сроки сохраняется свежесть этих продуктов питания мы нашли уже пропилотировали один стартап касательно сохранения рыбной продукции свежей рыбы да сейчас вот мы будем пилотировать авокадо будем пилотировать косточку самое главное что это натуральные составы натуральная длина натуральные растительные вытяжки там нет никакой химии вот для нас очень важно сохранить свежесть вот с помощью таких вот безопасных технологий и вообще технологии пищевой безопасности это тоже отдельный кластер технологии на которые мы смотрим нам очень важно сформировать доверие к нашему магазину да доверие наших покупателей потом мы смотрим на различные технологии которые демонстрируют отсутствие антибиотиков наших товаров мы смотрим на технологии на отсутствие аллергенов чтобы можно безопасно было кормить детей да ну вот и чтобы мы могли продемонстрировать качество там лента это вообще компания которая очень заботится о качестве ну вот если говорить о технологиях контроля качества да то это конечно различные технологии контроля температурного режима ну вот нам очень важно чтобы весь наш товар все наш товародвижение проходило с соблюдением температурных режимов а также мы подбираем технологии ищем технологии которые помогут нашему собственному производству производить товары из категории здорового образа жизни сейчас мы стали пилотировать например картошку фри без масла ну вот смотрим на технологии приготовления товаров гриль тоже без масла если говорить еще о технологиях то мы смотрим на различные венди тглые истории да и смотрим на них то есть вот недавно мы совсем пропилотировали блиндозер это вот аппарат при для приготовления блинов но здесь мы больше смотрим на эту историю как би ту би потому что у нас есть большое конкурентное преимущество мы имеем много гипермаркетов в которых есть собственное производство и вот для таких решений как блиндозер мы можем стать поставщиками сырья и полуфабрикатов в общем то заправлять эти автоматы ну вот и на вот примере этого пилота мы как раз учились насколько быстро мы можем осваивать вот рецепты рецептуру и насколько мы можем изготавливать полуфабрикаты а также мы смотрим на может быть там футуристично немножко звучит это там интернет вещей умной технику да все приводят пример умные холодильники немножко более приземленные варианты тоже смотрим мы смотрим на интеграцию нашей кухни но вот на нашего собственного производства с например с духовками да когда программируется заранее там рецептура программируется программируется способ приготовления его да ну вот печатается штрих qr-код на упаковке да ну вот и с помощью него в умной технике можно выставить определенные режимы приготовления сразу да ну вот это делает процесс приготовления более легким вот еще мы смотрим на технологии персонального питания конечно тоже смотрим ну вот сегодня там много рассказывали о интеграции с генетическими различными тестами давно для нас немножко дороговатая история для наших покупателей делать генетические тесты мы стараемся смотреть на более массовые технологии которые дают рекомендации на основе там более популярных анализов вот это сейчас все это находится в проработке да но в ближайшее время в клубе здоровья который занимается наш маркетинг я думаю увидите тоже различные сервисы дополнительные которые предоставит лента в качестве персональных рекомендаций по питанию но помимо этого вы сегодня здесь анонсируете еще и старт международного скаутинга инноваций что это такое зачем это вам понадобилось мы мы сегодня анонсируем международный скаутинг именно продуктов питания это товары которые могут ну с особыми свойствами которыми я немножко уже рассказала вот и мы хотим чтобы уже там сентябре вот на наших полках появились товары с особыми вот уникальные товары которых еще не было в ленте вот и этот скаутинг он именно про товары не было в ленте или не было вообще в стране например не было в стране да то есть это прям вот что то совсем новое да как происходит пилотирование насколько инфраструктура ленты готова к тому чтобы вводить принимать себя вот эти новые технологии мы достаточно много потратили в прошлом году на подготовку инфраструктуры мы подготовили у себя внутри fast track процесса для того чтобы быстро проводить пилоты отрезать их основного трека проведения проектов мы сделали для у себя внутри тестовую лабораторию тестовая лаборатория у нас оснащена дополнительным оборудованием что позволяет нам быстро проводить различные эти решения проверять айти гипотезы сократить время на согласование с безопасностью сократить время на интеграцию и таким образом мы быстро научились проводить пилот но мы будем ждать тогда обещанных вами нововведений обязательно будем следить за тем как лента их реализует спасибо большое спасибо спасибо